Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно, работают все микрофоны Каждый может Высказать Высказать Сказать Добрый день уважаемые дамы и господа Напомню вы слушаете радионародная волна На частоте 14.30 М 99.1 ФМ На нашем веб сайте RadioNVC.com И конечно же На нашем канале в YouTube RadioNVC Не забывайте зарегистрироваться Подписаться на наш канал Если вы еще этого не сделали Ну и если вам нравится содержание наших программ Темы которые мы поднимаем Можете лайк поставить От вас не убудет А нам приятно Будем знать какому количеству людей Понравилось то что мы делаем Не совсем обычно начинаем сегодняшнюю программу Мои друзья уже в студии Но прежде чем мы начнем общий разговор Такой на общие темы Я должен зачитать открытое письмо Я получил имейл от Иосифа Розенберга С просьбой Зачитать это открытое письмо В эфире Что я собственно и сделаю Итак открытое письмо президента США Дональду Трампу Уважаемый господин президент Сразу оговорюсь что меня никто не уполномачивал Обращаться к вам от имени десятков миллионов Ваших сторонников Поэтому обращаюсь к вам от своего собственного имени От имени своих друзей и единомышленников Поводом к этому обращению Стало сообщение пресс-службы Белого дома О том что президент США Дональд Трамп Не намерен начинать расследование В отношении демократов А также ваш комментарий К итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера В котором вы выразили надежду на то Что кто-нибудь обратит внимание На вторую сторону Подразумевая под этим демократов И добавили что с самого начала Ваше преследование было незаконным Это сообщение пресс-службы Как и ваш комментарий Были бы уместны Если бы речь шла о вас Как о частном лице Как частное лицо Вы как и любой другой человек В праве реагировать Или не реагировать На оскорбительные И беспочвенные подозрения Обвинения в свой адрес Но вы не частное лицо Вы президент Соединенных Штатов Америки И представляете не себя лично А страну и всех нас В том числе и меня Моих друзей И единомышленников Вы поверили Вам поверили За вас проголосовали За вами пошли миллионы граждан страны И преследование вас Как президента А не как частного лица Косвенно является преследованием Каждого вашего сторонника Оскорбительные Надуманные И сфабрикованные Подозрения Против президента США А не частного лица Оскорбляют всех тех Кто проголосовал за вас В том числе Лично меня И десятков Моих личных друзей Как президент А не как частное лицо Вы не имеете права Игнорировать оскорбления Нанесенные функционерами Демократической партии Людям Миллионам граждан нашей страны Честно и добровольно Отдавших вам свой голос И право руководить страной От нашего имени Поэтому Уважаемый господин президент Вы обязаны Инициировать масштабное расследование Против разного рода Организаций Включая СМИ И конкретных лиц Вы обязаны Призвать к ответственности Всех ответственных За распространение клеветы В масштабах всей страны Но это не все С чем я обращаюсь к вам Уважаемый господин президент Как гражданин США Как налогоплательщик Я требую Чтобы десятки миллионов долларов Потраченных на расследование Спецпрокурора Мюллера Были возвращены в казну Чтобы эти потраченные На масштабную провокацию Средства Были скомпенсированы За счет средств Организации Конкретных лиц Организовавших Беспрецедентную Травлю президента США И мы, друзья Не намерены Оплачивать из своих налогов Самое позорное Расследование В истории Америки В этом открытом письме На ваше имя Уважаемый господин президент Я позволю себе Обратиться И к своим собратьям По профессии Журналистам И заодно И к кумирам толпы Популярным артистам Спортсменам Я понимаю, что журналистика Вторая после проституции Древнейшая профессия И те и другие Продаются Но проститутки В отличие от журналистов Не делают этого публично На глазах у всей страны Да, у нас в Америке Свобода слова Но не свобода Тиражируемой лжи И откровенной провокации И очень надеюсь Что ваши Малоуважаемые коллеги Издательства И телекомпании Будут так же Привлечены к ответственности Уважаемые И горячо Любимые артисты И спортсмены Все мы Приобретая билеты На спектакли Концерты Кинофильмы Матчи Соревнования И прочее Платим вам За ваш талант И труд Получать должное Вознаграждение За талант Подсчетно Но продавать Свою популярность У толпы Поливая грязью Своего президента Низко И позорно Вот собственно И все Что я хотел Сказать Так ну Собственно В принципе Открытое письмо Я зачитал Великолепное письмо Ничего нового Там конечно Не сказано Но конечно Все это Очень красиво Уложено Упорядочено И я надеюсь Что что Ну конечно Как оно красиво А вы можете В микрофон Уложено Упорядочено А в микрофон Можете В микрофон Ты говори Тебя же не слышно Потому что мы Мы уже как бы В эфире И Ну кстати Я согласен Насчет того Что деньги Должны быть Возвращены В казну Но это Это такая Майлая толика Вообще Расходов По сравнению С теми расходами Которые мы тратим На нелегалов И на все остальное Это из области Лучше быть богатым Ну что начнем Пару моментов Наших местных Давайте попробуем Пару законопроекта В частности Один Вот Нижняя палата Проголосовала За Положение Где Ну В заголовке Написано Undocumented Citizens And transgender Students Будут получать Бесплатное Образование В колледже Бесплатное Ассистент Ассистент Financial assistance Вот очень интересно То есть Появился такой термин Теперь Не задокументированный Или нелегал Стать нелегалом Мы не можем Но пол поменять Да А еще если учесть Что Тут со мной поспорили Правда Один адвокат Что только Дескать Какую-то операцию Делают по увеличению Или по уменьшению Которые оплачивает Медикейт Да нет Насколько я помню Последний раз Они проголосовали Как раз За то Чтобы изменение пола Оплачивалось Медикейтом То есть Нашими деньгами И этот же Адвокат Сказал Что Грудь же женщины Уменьшают За счет Медикейта На что я ему Ответил Что очень часто Это вызвано Именно Тем Что это может Повлиять на физическое Состояние женщины Это медицинское Необходимость Медикейт Тогейн Написал Медикал Насеса Тедор Но Но Несмена Пола Они хотят Нелегалов И Трансгендер А представляешь Если это будет Нелегальный Трансгендер Это уже вдвойне Да Вот стипендию Плодирует Ну да Естественно В общем Штат Нас Наш Такой К прогрессу Прогрессивное Движение Такой Семимильными Шагами Движется Если бы у нас было Миллиардов Двести пятьдесят Триста Плюс И мы решили потратить Пару миллиардов Помочь Трансгендер Ну я могу понять А так по-украински Это называется Якши голый Такши быстрый Да Вот наш Говернер Новый Он высчитал Что если мы Не повысим тексы То через год У нас будет дефицит В 3 миллиарда долларов Я не знаю Как он это высчитал Но вот как-то Вот Такая цифра Да У нас звонок Здравствуйте Добрый день Добрый день Добрый Текст просто замечательный А скажите пожалуйста Где он будет еще озвучен Где он будет напечатан И какие шансы Что он дойдет Ну хотя не до президента Но до его Ближайшего окружения Спасибо До спикера Я не знаю Я не знаю где он будет еще Опечатан и озвучен Но похоже Смысл Уже дошел До генерального прокурора Как мне кажется Мало того Дэвид Нюнес Уже направил Генеральному прокурору Представления уголовные На Целый список людей Которые так или иначе Были Замешаны В попытке Переборота Давайте называть вещи Своими именами Мы сейчас к этому вернемся Потому что это большая Отдельная тема Очень Очень острая Еще Один Один штрих О наших местных Законодателей Я даже не знаю Какими словами их называть Вот нет Хороших слов не найдешь Я не могу подобрать слова Которые бы соответствовали Их содержанию Я имею ввиду Их облику Я имею ввиду Политиков наших местных И которые были бы Приемлемы для эфира Вот честное слово Вот Целый рой слов Кружится Но произнести вслух Как бы Не очень удобно что ли Но другие слова Я не могу подобрать Вот сейчас они приняли положение Такое Придется промолчать Да Ну может быть у радиослушателей Найдется какое-то подходящее слово Чтобы описать Наших политиков Вот еще один момент Они приняли такое положение Где Они могут теперь Сами себя Назначать на должность То есть Их избрали там Курировать какую-то Ну в комитете В область Курировать какую-то там Отрасль или что-то И они теперь могут себя назначать Как бы Супервайзером еще Вот кроме того Что они Курируют как законодатели Они еще и начальникам Могут быть исполнителями То есть получается Начальник же еще дополнительные деньги За это должен получать Чтобы ты даже не сомневался Значит зарплата Каждый член комитета Какого-нибудь получает Ну кроме того Что они Просто так сказать Конгрессмены Там сенаторы Кормальные денежки То нужны Они получают зарплату На мелкие расходы Да Они получают зарплату А если еще они становятся Членами комитета Какого-нибудь То это надбавка К зарплате Так они придумывают Разные комитеты Чтобы Сережа Ты говоришь О таких вещах Вот каких-то Может быть Тех Которые немножко Далеко от нас Мы только что С тобой говорили О вещах Которая будет Нас касаться Лично полгода На полгода Закрыли улицу Данди Нашу Любимую По которой Наверное Половина жителей Западных пригородов Едут до хайвея Полгода Они будут ремонтировать Потому что они будут Ремонтировать мост Через великую Полгода Такую широченную Ты помнишь Ты помнишь Китайцы За трое суток В пятницу вечером Начали В понедельник Закончили Мост Разобрали И собрали Эстакаду Если они сделают Вот меня интересует Действительно Что они будут делать Почему Если они сделают То же самое Что они сделали Слой кук То есть Сделали подкоп Под эти И трубы проложить Железнодорожный переезд И этим самым Освободят Вот этот Утренний И вечерний Трафик Я согласен На это Честно Нет Но если они Собираются Строить Байпас Судя по всему Речь идет о том Что они вот Через речку Речушка Вот это вот Которая Мост Будут ремонтировать Да это даже Не дисплейнс ривер Подождите Секундочку Ребята Давайте разберемся Еще раз Не А что это Закрыто будет Да перестань Закрыто будет От От Переезда Потому что Если Переезд Да Если Вы делали Вот этот Переезд Вообще Согласен Что все Переезд Должны Быть Переделан В любом Мест Параболе Говорят Насчет Инфраструктуры Вот Сделайте Лучше Это Что перестали На 15 На 20 Минут Закрывать Трафик Который Потом Не Разгребешь У нас Есть Еще Звонок Добрый Добрый День Здравствуйте Я вообще Честно Говорю Сергей Я не Считаю Что Что Не Так Этим Наши Политики Совершенно Правильно Поступают Они Поступают Соответственно Тем Кто Их Избрал Это Не Вы И Не Я Да Да На Ничего Блым Они Делают То Что Им Поручили Делать Эти Самые Избирательные Ну как Идиоты Умники Понимаете Они Потом Я К сожалению В моей семье Есть такие люди Зарабатывают Большие Большие Шестезначные Деньги Голосуют Регулярно За этих Мудаков А теперь Как стеленое Стало тяжело Большие налоги Они хотят Переехать Куда-то В какой-то Красный Штат А как Они там будут Голосовать А ну угадайте Стрех Вот Самое Обидное Заключается В том Что Они Они Убили Этот Штат Уехали В другой Штат И будут Творить То же самое И будут Творить То же самое И будут Голосовать За таких Же Ублюдков И будут Убивать Другие Штаты Причем Я вам скажу Спасибо Вам За звонок Есть такая Вечь Называется Бейта Тест То есть Это Обычно Такой Пробный Вариант Который Потом Если он Сработает Будет Развиваться Это Относится Ко всему К машинам К электронике И так далее Так вот Мне вообще Кажется Что они Сейчас Ставят Илиной Все равно Нам уже Деваться Некуда Уже Подняли Обложили Со всех сторон По моему Они ставят Илиной Как Экспериментальное Общество Посмотреть Насколько Можно Протолкнуть Вот эти Идиотские Демократические Идеи Вот это Не честно Так кажется Мне кажется Что они Соревнуются С Калифорнией Кто больше С ума сойдет Так же Как вот Кандидаты В президенты Кто более Сумасшедшую Идею Выкинет Один Придел Второй Вдогонку Либо Цепляется За эту Идею Либо А я Еще Дурнее Придумаю Вот так Кто похвалит Меня Лучше Всех Кто получит Большую Сланг Конфету Добрый день Алло Здравствуйте А вы слышали Что было В Нью-Йорке Они подняли Для тех Кто Зарабатывает Больше Да 13% State tax 500 тысяч Это 13% Это 65 тысяч В год Люди Которые Зарабатывают 500 тысяч Они же Не дураки Правильно Они Люди Умные Хотя Может быть И демократы Тоже Они Поехали Во Флориду И Ну Там Зарентовали Купили Что-то Купили Дома Так Нью-Йорк Теперь Чтобы Все равно Брать С них Эти Деньги Теперь Создал Комиссию И начал За этими Людьми Следить Сколько Времен Они Проводят Во Флориде В своем Доме А сколько Времени Они Проводят Нью-Йорк Чтобы Все-таки Забрать Эти 65 Так Нажимаемый Exit Tax Да Мы Не знаем Сколько Сто Это Слежка Но на самом деле Посмотрите Что происходит Зато 3 Спасибо большое 3,2 Миллиарда Они считают Что у них Будет Дефицит В связи с тем Что народ Из Нью-Йорка Который Имеет Возможность Уехать Уезжает Но зато Они Приняли Закон По которому Опять же Нелегальные Эмигранты Будут Получать Финансовую Помощь Для Учебы Для Учебы В университетах В колледжах За счет Налогоплательщиков При этом Они Проголосовали Против Закона Проекта Который Предусматривал Финансовую Помощь Детям Инвалидов Принимавших Участие В боевых Действиях Или пожарных И так Одним словом Детям Тех Кто либо Потерял Кормильца Служа в армии Там Или пожарным Или полицейским Против этого Закона Проекта Леворадикальное Отребье Нью-Йорка Проголосовал Против А вот Чтоб нелегалов Так сказать Профинансировать Этих обучения В колледжах Они проголосовали За Сотни миллионов Долларов На это выделяется Что предложил Демократ Сенатор От Калифорнии Скат Байнер Он внес Законопроект Аналогии На наследство 40% На наследство Больше Трех с половиной Миллионов На одиночку И семь с половиной И семь миллионов На супружескую пару То есть Учитывая Колоссальные цены На недвижимость То этот шаг Просто вынудит Наследников Продать собственность Чтобы заплатить Эти налоги А на самих жителей Низкий уровень услуг Которые они Получают за такие Бешеные деньги И Сан-Франциско Между прочим Он на первом месте Среди больших городов Про преступления Вот именно Против собственности И в Калифорнии По-моему самый большой Налог 13 с половиной Процента Особенно пострадают Конечно То есть там Народ сто Нужно По наследству Ферму Потому что Это не Огород шесть соток Советская Это ферма Это хозяйство Давайте Примем звонки Добрый день Добрый день Я вот Прочитал Что там Демократы Подняли Такой шум Оказывается Такая инициатива Из Белого дома Что этих нелегалов Которые Задерживают На границе Там В этих центрах Это Вашингтон пост Опубликовала Статью Что Трамп Предложил И настаивал Сделал предложение Чтобы Вот этих нелегалов Отпускали Отправляю В Сенк Через сити Причем Подчеркнуто Что это Его Атакует Таргет Своих Политических Оппонентов И врагов Не помню А вообще Удивительно Спасибо большое Подождите Секундочку Но никто же Сегодня Не говорит о том Что Обама Этих же Нелегалов Собирался Отправить В Алабаму К Джеффу Сэшнсу Абсолютно Потому что Тот был Против Нелегальной Эмиграции И все было В порядке С этим Абсолютно Ну во первых Давайте так Расставим точки над И никакого Предложения Такого не было Кто-то Сказал об этом И это Как предложение Не проходило Да Кто-то Кто-то Это произнес Слух Но это не было Официальным предложением И ничего подобного Не было Хотя Разве не Сэн через Сити Говорят Ну вы вспомните Что говорила Нэнси Пелоси Про нелегалов Это подарок любви Это подарок любви Какого черта Вы тогда завизжали Господа либерасты Что подарок любви Вам хотят сделать добро Вы распахнули Свои сердца И ворота И душу Навстречу нелегалам И когда вот этот Слух прошел У вас мозг взорвался Как это так Как это так Почему это к нам Ну вы же Сэн через Сити Объявили Целые штаты Убежище Объявили В прошлом месяце Границу пересекло Сто тысяч человек Сто три тысячи Это самое высокое число За последние двенадцать лет Что происходит Значит Были даны ордера Депортировать Один миллион человек Еще около одного миллиона Ждут своих результатов Если вы думаете Что хоть один человек Был депортирован Вы глубоко ошибаетесь Об этом Никто не говорит И не пишет Эти люди были отпущены Они растворились У нас в обществе И вообще не знают Где они И что они делают У нас звонок Добрый день Здравствуйте У меня Вопрос Ну и во-первых Пожелание Насчет письма Иосифа Розенберга Во-первых Может быть Он разрешит И может быть Он такую инициативу Проявит Поставить его На сайте Белого дома Как петицию Во-вторых Может быть Можно было бы Нашему комьюнити Его подписать А в-третьих Я бы хотела узнать Может быть Где-то можно было Увидеть текст На английском И на русском языке Я это письмо Получил только На русском языке Поэтому не знаю Ну может быть Иосиф Розенберг Достаточно активный человек Может он придет Вам на радио И расскажет Ответы на эти вопросы Спасибо Спасибо Так мы должны сделать Наверное перерыв Сейчас А потом Как раз Перейдем К тому Что же происходит Или уже Как бы Откликнулись На это письмо То есть Есть какие-то Телодвижения Которые говорят О том Что Вот эта мысль Овладевает массами Причем Нужными людьми